здравствуйте дорогие друзья ну что недельная глава фитиса воскресенье это время майсы у нас но вся недельная глава на золотом тельце о благодарности и неблагодарности поэтому давайте расскажу майсу о благодарности такая короткая волшебная история жизни это был такой праведник цвии гирш из реминова очень известный хасидский персонаж он большой раввин был у него было целый двор много людей и вот вот однажды временный в холодный вечер представьте себе единственное окно комнаты знаете жили совсем сложно в которой цвии гирш принимал бесконечных посетителей которые желали получить его совета благословения вот она выходила так на крышу микви из трубы валил белый дым такой и вот представьте себе такую я специально описываю картину зимний вечер там человек видно что хозяйки в доме нет потому что год уже как праведник овдовел и дом управлялся как всегда без женщины лодка без весел и вот цвии гир сидит крест или там глаза его книга добавить стоит рядом с ними впускает людей по одному там то и вот заходит начало темнеть уже зажег свечки женщина зашла положила записку несколько монет на столик почти на волнение отступила ждет тогда праведник прочитать записку когда приходит чек праведник он дает ему такую записочку праведник читает записку задумчивости откинулся на спинку кресла смотрит что-то и вдруг женщина начинает рыдать и говорит что уже полтора года ее муж умер у них не было детей она осталась в одиночестве и в своем доме пришла к рыбе чтобы благословил ее найти достойную партию рыба задал ей несколько вопросов касающихся ее родителей мужа спросил где они жили наконец сказал у меня есть для вас хороший дух женщина застыла как знаете в ожидании свегирс молчит а габай габай у него глаза квадратные становится он рыбы вообще никогда не занимался сватовством это не его и не понимает что происходит рыба говорит женщина она первая такая тишина я хотел обидеть муж я человека добропорядочного честного и чтобы он учил туру есть немножко денег есть маленький домик кого вы предлагаете мне мужья в ответ рабе тихим голосом и не без некоторого смущения говорит вы хотите замуж за меня в комнате устанавливается вообще мертвая тишина габай как стоит так и стоял как копаны женщина опустила глаза и говорит если рыбы думает что я достойная то конечно согласно свегирс тут же гибнул габай говорит зайти в комнату хасиды зашли которые были там принесли угощение рыбы предложил своей же невесте присесть вошли хасиды и вот выпилил и хаем по случае и тут рыбы начал говорить вы знаете он говорит я остался сиротой раннем возрасте и мой дядя отдал меня в подручный к одному портному в думброве и кроме все мои обязанности входило каждую пятницу разносить клиентам готовые заказы недалеко от сенауки жила большая многодетная семья я часто носил детскую одежду и все всегда мне оплачивали заказ материал в этой семье платили всегда сразу не так кусочками добавляли еще пару копеек меня за доставку и когда я приходил в этот дом там было все готово к субботе дом блестел скатерть там свинок и душ глава семьи из такой красивой одежды читал недельную главу я ощущал там такую атмосферу святости и субботы еврейского дома я говорю так долго много раз приходил и говорил всегда одну молитву небу дай бог мне удостоится когда я вырасту стать женихом в таком доме рэбер сделал паузу и говорит и вот моя молитва кажется было услышано и принято на небесах эта женщина является дочкой того благословенного семейства я женюсь на ней узнав кто ее родители где она жила я понял что само привидение привело меня давайте выпьем лыхаем симонтов мазал то прошло немного времени и праведник рабец вегирш из реминова стоял под хупой с той самой женщиной женившись на и по закону наша израиля так получилось что прошедшая пришедшая за одним благословением получила от праведника сразу 7 имеется ввиду благословение читающиеся при обряде бракосочетания у нас начинается неделя неделя в которой есть проблема с благодарностью вот золотой телец это неблагодарность поэтому чем больше мы на этой неделе выразим какой-то благодарности чем больше какие-то хорошего дело мы сделаем кому-то улыбнемся что-то вспомним кому мы еще не позвонили что-то не потому что там так говорится а потому что вот вот из-за таких людей которые учили нас всему этого браха вы от лоха хорошей недели и благодарной